Привет-привет, ребятки! Привет Инстаграму. Поворачиваю. Я буду Инстаграм время от времени поворачивать, чтобы мне понять, как у меня на YouTube, что вообще видно на YouTube. И у меня такая сегодня... Привет, ребят! У меня сегодня не очень удобная установка устройств, потому что я хочу, чтобы то, что сзади меня, вот этого вот хозяйства, чтобы это всё было видно. Это Little Jam. Маленькая драгоценность. Маленький драгоценный камушек. Привет, Тимонька! Как дела, дорогой? Чтобы было видно полностью его. Сердечки полетели на Инстаграм. Привет, Ангелинка! Так, сегодня мы говорим о прялочке, вот об этой. Это прялка компании Neija Craft. И она у меня в собранном состоянии. Сегодня, я не знаю, может быть, на ней мы даже прясть особо не будем. Мы её просто в эфире с вами покрутим. И я расскажу, как она выглядит, как она вообще собирается, разбирается, какие у неё есть настройки и так далее. Эта прялка сейчас передо мной уже... Спасибо большое! Передо мной уже в собранном состоянии. И сразу начну с того, почему я взяла эту прялку. Потому что у неё хорошие передаточные числа для малекусенького колеса, для малекусенького размера колеса вообще. И эта прялка заявлена как прялка для путешествий или прялка для того, чтобы забросить куда-то или в багажник машины, или в самолёте в багаж взять с собой. Это прялка для путешествий. При этом у этой прялки есть... У этой прялки хорошие передаточные числа, на неё хорошие показатели. В общем-то, поэтому я её взяла. Она не тяжёлая. Я сейчас скажу. Вот она идёт вот в такой вот сумке. У этой сумки есть два язычка зваков. Я сейчас порасскажу немножко. Буду порассказывать, а потом возвращаться к вашим комментариям, смотреть, что вы пишете. Вот. Потому что я устройство поставила далековато. Я на таком расстоянии не вижу комментарии. Я буду подходить поближе. У меня прялка эта... Я её хотела взять с собой в дорогу, но получилось так, что я туда хотела её взять. Мы туда не поехали. Вот. Я на ней работаю дома. И... Можно брать её вот так вот. Можно брать её вот так. Но сейчас сумка пустая, поэтому это не слишком наглядно. Она сейчас вообще практически ничего не весит. Вот. Я оставлю ленту. И в конце видео, знаете, мы сейчас посмотрим на эту прялочку с вами вместе. Покрутим её, попереворачиваем. Потом я её разберу, положу вот сюда и также одену на плечо. И посмотрим, насколько она вообще удобна в дороге. Можно её ещё нести вот так. Сумка плоская. То есть это сумка-папка, которая открывается бабочкой полной. И у меня сейчас из неё катушки вывалятся. То есть она открывается вообще полностью. Её можно вот так вот положить на пол. У меня в центре тут катушка лежит. Но вообще у этой прялки сумка, она прошита, она по ощущению, как зимняя куртка такая. То есть она толстенькая. Внутри, видимо, какой-то слой синтепона, чтобы от ударов предохранять её. И ух какой-то. И у неё внутри, это обдосты сумки, если мы говорим уже об обсумке, у этой сумки внутри два кармана. У меня в одном кармане хранятся катушки. И катушки у меня, сейчас я буду об этом рассказывать, у меня двух видов. У меня стандартные катушки Major Craft. И у меня их, я думала, у меня их четыре. У меня где-то одна катушка лежит. А, да, у меня на одной катушке шёлк. То есть у меня где-то их четыре или пять. Major Craft, ой, как сильно скрипит этот аквариум. Major Craft делает катушки бежевого цвета стандартные. Они пластиковые. Я на катушке, я катушки взвешиваю и пишу на них на скотче вес. Почему на скотче? Чтобы оторвать, чтобы фломастером сами катушки не портить. Вот. И я это делаю на всех катушках, я это на всех видео рассказываю. Когда на катушку напрядина, я взвесила, и я узнала, сколько у меня по весу шерсти, сколько у меня по весу нитки. Major Craft делает цветные катушки. время от времени. Вот у меня такая вот голубая есть. Мы сейчас с вами будем читать инструкцию. И я вам покажу, что у меня ещё есть. Кроме обычных катушек, у меня есть ещё катушки для ажура. Чем они отличаются? Ось у них также пластиковая. Диски на катушке у меня деревянные. Почему она для ажура... Ой, извиняюсь. Очень часто для ажура делают ось на катушках чуть-чуть пошире. Сразу скажу... Сказать сразу или попозже? Скажу попозже. По поводу ширины оси этой катушки я вам скажу что-то попозже. И будем смотреть, что у меня ещё. В другом... То есть в одном кармане у меня катушки и флайер. А в другом кармане у меня лежат бумажки. И прялка такая идёт. Вот в эту прялку входит оплаченный уже набор на две катушки Лэйзи Кейт. Выглядит это, в общем-то, не сложно. Я использую вот такую вот маленькую косметичку. Я в неё складываю всякие детальки, которые у меня тут с этой прялкой идут. Потому что детали, которые идут в прялке, все ключи, они идут в пластиковых пакетах. Чтобы они не терялись, я их просто сложила в косметичку. Прежде чем мы будем говорить о прялке, Лэйзи Кейт, это так называемая, это доска с двумя осями. Я ставлю на неё катушки. И я могу делать двухслойную нить. То есть Кейт у Мэйджа Крафт на две бобины, на две катушки. Она ставится на пол. Это Кейт не имеет регулировки натяжения. То есть оси стандартного диаметра, на которые становятся катушки. Эта Кейт не притормаживает катушки. Она не создаёт дополнительное натяжение. Натяжение не регулируется. Кроме всех вот этих штучек, у меня ещё идут ключи. Ключики – это стандартные маленькие, вот такие вот, как байки в мебели. Но с ключами ничего особо интересного. Ключи, ключи. Сейчас я почитаю, что у меня за вопросы задали в комментариях. Так, Кейт я убираю сразу. Я её держу вот в этом пакетике. Давайте смотреть, что мы пишем тут, какие вопросы есть. Добрый вечер, Юля и девочки. Привет, привет, Риги. Рига пишет. Говорят, что на YouTube слышно и видно лучше. Валюша, привет. Привет, ребятки. Так. Мне написали. Кристи, привет. Тима, поправляйся скорее. Лара пишет. У Мэйджи есть и деревянные катушки. По крайней мере, у меня для Ауры деревянные диски и пластиковая ось на всех катушках. Да. В Мэйджи Крафт можно купить как деревянные, так и пластиковые катушки, если вас не устраивает комплектация, которая идет с вашей, допустим, прялкой. Деревянные, да, тоже можно брать. Буду в записи смотреть. Отлично, супер. Так. Добрый вечер. Спокойной ночи, пишут люди, у которых два часа. Так, вопросов особых не было. Что мы будем с вами делать? Давайте мы посмотрим, что приходит с прялкой. На прялку, вместе с прялкой приходит общая инструкция Мэйджи Крафт. И тут написано, как нужно использовать, как вообще пользоваться прялкой такой, базовая информация про придение про саму, про крутку, недокрутку, перекрутку. Написано, как соединять нити. Дается очень хорошая вот такая вот картинка, прям целая страница дана для Z-twist и S-twist. То есть, в какую сторону мы придем, в какую сторону мы сращиваем нить. Здесь даются картинки и дается сразу в самом начале, в самом начале дается описание, название всех деталей и описание джема. И это тут дается... Вот эта инструкция, это она общая базовая, на джем идет отдельная книжка. Так. В этой книжке дается инструкция, вот эта вот прялка, это скотч-теншин, она сингл-драйв, и она идет торможение катушкой, и в инструкциях дается объяснение, как пользоваться натяжением тормоза. Вот. И написано прям, как это все сделать. У Major Craft своеобразные флайеры. Вот это вот флайер Major Craft, и на флайере у него нет крючков. Передвижение нити, и это не вулевайндер, это обычный флайер. Передвижение нити происходит за счет того, что я сжимаю немножечко вот эту бабочку, ослабила движение, и я могу переносить вот этот вот держатель нити. Ниточка проходит в одну из петель, и я уже ставлю держатель нити в то положение, в котором мне нужно, чтобы на катушке, катушка будет вот тут вот, да? Вот. Почему я держу вот этот вот флайер в руке в то время, пока у меня есть вот эта вот вещь? У меня с моим джемом две системы, обычный флайер, и у меня ажурный флайер. Это флайер на более тонкую нить. Этот флайер заправляется с помощью крючка для прялки. Вот этот вот флайер, нить просто просовывается рукой отсюда, и когда флайер крутится, ниточка скручивается с этой стороны. Для заправления такой вот прялки не нужен крючок. Так как у меня идет ажурный флайер, ажурная рогулька, у меня идет стандартное отверстие, как на всех других прялках, поэтому я повесила себе сюда крючок, с помощью которого я заправляю прялку, вытаскиваю нить из этого вот отверстия, крючок у меня висит вот тут. Так, то есть я уже показала, да? Нить проходит от катушки на вот эту вот бабочку плавающую, которая ходит по рогульке по флайеру, проходит через вот этот вот крючок, выходит с этой стороны, и мы придем с вами. Я поставлю этот флайер, и мы посмотрим, как он заправляется, как он работает. Еще раз, вот эта бабочка, она двигается без проблем, я ее сжала, и могу передвинуть. Сейчас, когда она сжата, ой, то есть когда она освобождена, разжата, она довольно-таки плотно сидит. Вот. Так. Теперь по поводу, по поводу передаточных чисел у этой прялки. Для собственного удобства, что я сделала? Я взяла, наклеила кусок доктейк, кусок малярной ленты на прялку вот сюда, и я написала все передаточные числа, которые есть у этой прялки. Передаточные числа у меня на... А, еще, кстати. Почему я имею как обычную рогульку, так и рогульку ажурную? Рогульку ажурную я купила комплектом. В Мейджекрафт эту рогульку можно купить набором, в который входит рогулька для ажура, входят катушки для тонкой ажурной нитки, и входит диск с числом, с передаточными числами от большего к меньшему именно для ажуров. В данном случае то, что я показываю сейчас, это стандартные горлы, стандартные диски, и они мне дают передаточные числа 4,5, 6, 8,5, 10,5 и 12,75. То есть у меня тут 1, 2, 3, 4, 5, у меня тут 5 положений нити, самый большой диск это самая медленная скорость, и самый маленький диск дает мне 12,75 передаточное число, то есть когда один, когда вот это вот большое, общее, большое маховое колесо делает один оборот, маленький, самый маленький диаметр на вот этом вот ворле, на переходном, он делает 12,75 оборота. Когда я покупала ажурный флайер, вместе с ажурным флайером мне пришел ворл ажурный. У ажурного ворла, у ажурных дисков, он тоже идет в виде такой пирамидки, у него 1, 2, 3, 4 передаточных числа, и самая медленная 10,1, потом 12, 14,5 и 19,5, вот на вот этом вот маленьком ворле. Этот ворл можно купить отдельно, и он не обязательно к Little Gem, он к любой Major Craft прялке подойдет, можно его купить отдельно, он у меня входил в набор для ажура. В наборе для ажура, как я уже сказала, у меня были катушки, рабулька и переходничок на разные скорости. Сейчас я вам... Так, наверное, давайте мы посмотрим по книжке. Когда мы открываем вот эту вот книжку общую, тут онлайн-ресурсы, тут написаны технические данные о гарантии, даны разные виды прялок, которые делает Major Craft, и даны их технические характеристики, и даны размеры. Вот, даны онлайн-ресурсы, тут у меня чек, и на последней странице дается список того, что делает Major Craft. Major Craft делает Lazy Kate, кстати, у них есть, которая с регулируемым натяжением есть. Они делают разные флайеры, они делают деревянные бобины. Вот эти вот штучки, вот эти вот переходнички скоростей, они их называют пули, они делают разные пульки. можно присоединить ускоряющуюся головку. Фактически это дополнительная передача для того, чтобы увеличить передаточное число прялки. Они делают хаклы, и они также делают стилусы. Вот стилусы – это стайлос, да? Стилусы, они делают это как вот это веретено, на котором укололось на прялке принцессы, которая потом спала. Вот. Это то, что они делают. Это общая информация. Теперь я смотрю, что относится к моему маленькому джему. Эту прялочку я называю, у меня, у них у всех имена есть, эту прялочку я называю «Джимик». И почему я называю ее «Джимик»? Когда я решала, какую прялку мне купить, я смотрела на разные прялки для путешествий, на разный вес, разный уровень компактности. И я смотрела, как это называется, обзоры разные, видеообзоры. И видеообзор на «Литл Джем», который мне больше всего понравился, делала одна женщина, которая живет в Новой Зеландии. А у них такой интересный английский язык, и она ее свою прялку называла «Литл Джим». И как-то оно... Я смотрела эти видео с мужем, со своим, и он обратил внимание, что у нее такой вот интересный акцент, и он стал эту прялку называть «Джим». И как-то оно из «Джим» стало «Джимми» и «Джимик» постепенно. И вот сейчас эта прялочка мой маленький «Джимик». И когда я говорю, принесите мне «Джимика», моя семья знает, что мне надо принести вот это. Вот. Теперь, когда мы покупаем эту прялку, она продается в разобранном состоянии. И что мы можем сделать? Мы можем ее сейчас, в принципе, разобрать с вами. И мы можем ее сложить. Но перед этим я пройдусь по инструкции, заодно ослежу у себя в памяти, что тут вообще рекомендуется. Это прялка для широкого диапазона придения. Как вы видели, передаточные числа в моем случае у меня две пульки, у меня две разных пулы, и у меня самое медленное передаточное число – 4,5, и самое большое передаточное число – у меня на второй пульке, которая поменьше 19,5. Вот. В комплекте «Лэйзи Кейт», которую я вам показывала, «Мэйджа Крафт», ее позиционируют как «Трэвл Лэйзи Кейт», потому что она маленькая, компактная, она предельно простая дощечка, и две оси торчащие для катушек. Теперь, мы начинаем… Давайте мы ее разберем. Когда… Я сейчас ее разберу у вас на глазах, и потом начну, когда собирать, буду комментировать. По поводу вынимания вот этой вот части, я не слишком хочу это делать. А, нет, я это сделала. Глоток кофе. О, какой хороший, остыл уже, но вкусно. Очень вкусно. Так, заложим ее в сумку и примеряем сумку. Пулька у меня прикручена. Пульку я могу снять. То есть, у меня идет, кстати, крючок этот, это отдельно, это моя подруга сделала. То есть, у меня как оно будет заложено? А, это у меня там Трэвел Кейт. Скучно, что там. Мы сейчас с вами сложим абсолютно все, все катушки, которые у меня есть. Крупная пулька. У меня уже дырка в этом зиплок пакете. Крупная пулька идет вот в этот пакет. Все в режиме реального времени. То есть, это именно столько времени, сколько оно занимается запаковать, распаковать. Я из-за того, что это прямой эфир, я видео никак не редактирую. Если я что-то сказала не то, я уже вырезать не могу. Так что, слово не воробей. Это шнур у меня. Косметичка сейчас, это пустая, но я ее тоже засуну сюда. Так, книжку я, пожалуй, оставлю. Прямо на конфеты положила прялкой. Ой, не прялку, а как это, сумку. Все, я уже могу ехать в отпуск. Мне на курорт надо, и мне даже не надо никакое вечернее платье с собой. Так, вот она моя прялка. Сколько она весит, честно говоря, я не помню. Она, по-моему, весит 11 килограмм, если я не ошибаюсь. Ее можно взять на спину. Вот. Можно ее спереди, сбоку тащить. Вот. Она, не скажу, что она невесомая, она довольно тяжелая, потому что она сделана из цельной такой деревяхи. Но мы, пряхи, девушки, накаченные, поэтому... Вот. Теперь, когда я приехала, я это сниму, потому что я рюкнем этим не пользуюсь. Она у меня пока дома лежит. Ремень у меня внутри хранится. Я его внутри положу. Теперь, как мы делаем? Мы приехали на свой драгоценный и дорогой курорт. Все побежали на пляж, а мы разворачиваем прялку. Развернули ее. Достали. Она таким вот блинчиком лежит. Очень многие такие прялки, очень популярно это делать, украшают выжиганием. Красивые разные дизайны, красивые рисунки всякие выжигают на них. Так, все, сумку можно отложить в сторону. Что мы с вами теперь делаем? Вот она у нас, прялочка. Вот в таком вот состоянии. И педали, они свободно оборкаются. Вот. Мы ставим прялку эту. Шнур, который идет от педали к маховому колесу, он прикреплен сюда. У прялки есть вот такой вот язычок, который ее придерживает. У прялки есть внутри аверсия. Когда я прялку сложила, я вот этим вот язычком зафиксировала ее, она не откроется больше. То есть я ее держу вот так, она не открывается. Теперь я язычок перевожу в нейтральное положение, и вот эта часть поднимается. Ой, на весу неудобно. Она поднимается. И я снова язычок возвращаю. Там две дырочки. Сбоку одна дырочка, открытое состояние. И теперь сложили, закрытое состояние. Вот. То есть я зафиксировала. Эта стойка у меня стоит вертикально. Теперь у меня есть продолжение стоечки. Ставится вот таким вот образом, чтобы штырь смотрел в то направление, с этой стороны вы подходите к педалям. На вас смотрит эта ось. Закрепили вот этим вот рычагом, вот эту вот стойку внутри держателя. Теперь. Интересная штука у Мейджа Крафт. Вот этот вот шнур идет от педали к маховому колесу. В книжке, которая идет вместе с Лидл Джек, дается два показателя, два положения этого колеса. Нормальная и для сращивания нити, для сучения. Теперь. Вы смотрите на эту картинку, и вы набрасываете шнур от педалей на нижнюю ось, и слева направо это идет придение. Если сбросить этот шнур и сделать его в положении справа налево, это идет сращивание, плай. Это идет, как это называется, сучение. Почему они специфически делают два направления? Одно и второе. Вот я сейчас возвращаю опять в придение. Дело в том, что сейчас у меня прялка на столе стоит, я не ногами ее беру, а руками, но тем не менее, я когда начинаю ей работать, мне не нужно прикасаться к этому колесу. Я нажала на педаль, и у меня прялка пошла сама. Скажу честно, я, когда делаю плай, когда я сращиваю, я очень часто забываю перебросить вот этот шнур в другую сторону. Очень удобно, мягкая такая. И вот смотрите, она, видите, пошла в сторону, не туда. Она остановилась, и она будет болтаться туда-сюда. То есть фактически она вам сама показывает. Вам даже особо не нужно обращаться к картинке. Она не сильно хочет крутиться в сторону сращивания сейчас. А сейчас пошла крутиться. Короче, вы пристраиваетесь к этому. Мейджер Крафт рекомендует вот эту позицию для придения. Другая позиция идет для сращивания. Смотрите сами, как оно для вас работает. Для меня оно, честно говоря, я не понимаю, почему они так специфически выделили сращивание и придение. Вот сейчас я поменяла направление. Вот сейчас я поменяла направление. То есть мне даже колесо не надо трогать вот это вот, чтобы поменять направление. Видите? Ну, если вы прям строго следуете инструкциям, то тут вам будет написано, можно даже стрелки нарисовать. Вот. Так. У этой прялочки вот эта вот часть, это бамбук, и они все разного цвета. Они не бывают прям похожими-похожими. Что рекомендуют? Вот этот, кстати, флайер, тут вот в книжке написано, я сейчас вижу, этот флайер Мейджер Крафт называет Дельта. То есть эта рогулька – это Дельта флайер. Так, сейчас давайте я посмотрю. Мне кажется, что-то пишет народ. Оля пишет, как рада, что на эфире. Спасибо, Оля, я тоже рада, что вы присоединились. Новосибирск с нами. В два утра вообще. Так, привет, Галюнчик. Ага, крошечка вообще маленькая. Так, Танюшек успела. Привет, привет, пишут. О, Тимошок допридает. Вот ты, умочка. Когда мы болеем, мы все, кто болеют, обычно болеют, а пряхи, когда болеют, придут, да, поправляйся, поправляйся, Тима. Так, смотрим дальше. Я давайте сейчас просмотрю. Я уже это очень, я это, честно говоря, один раз открыла и забыла потом. Что я помню по памяти, не читая флайера, о, не читая бумажки этой. Когда вы берете прялку, и если она у вас совершенно новая, ни разу не юзанная, то у вас может оказаться, что туго садится на ось. Что рекомендует Мейджа Крафт? Мейджа Крафт рекомендует очень нежную сэндпейпер и это как наждачку, но не сильно прям тереть, а буквально один раз провернуть и провернуть. Эта прялка приходит вся смазанная. Особенность прялок Мейджа Крафт в том, что большинство подшипников закрыты, глухие, трущихся, внешне трущихся деталей в этих прялках не очень много, поэтому они говорят, что в принципе их смазывать особо не обязательно. Если вы чувствуете, вы хотите дополнительную смазку, они говорят, что можно использовать глицерин, вазелин, вазелин. Можно использовать вазелин. То есть что я сделала? Я взяла, тиранула свои пластиковые катушки, буквально чуть-чуть наждачкой, потому что они у меня не садились на ось вообще, они у меня не хотели пролазить. То есть я это сделала, и я не мазала ось вазелином. Я взяла буквально на пальцы совсем чуть-чуть, буквально миллиграмм ульки с одной и с другой стороны, на катушке сделала, прикоснулась. Катушка соприкасается с этой осью только в двух местах, на местах дисков. То есть внутри диаметр катушки вот этой вот оси, он гораздо больше, и он не прикасается к оси, не прикасается к оси, на которой все это сидит. Теперь, когда мы хотим... Я забыла установить шнур на основную часть. Я уже не знала, когда я его ссула. У меня была мысль положить его... А, вот же он лежит. Когда я хочу надеть шнур на это колесо, я его надеваю до того, как я накрутила маленький шнур от педалей к маховому колесу. То есть тут идёт два шнура отдельных. Так, я вернула шнур на маховое колесо от педалей. И теперь мне надо положить шнур от махового колеса на вот эту вот часть. Сейчас мне надо прицепить пульку. Разные диски. У меня есть маленький вот такой вот ключик. Тут есть на пульке отверстие, куда входит этот ключик. И это всё замечательно фиксируется. Я сейчас ставлю на прялку стандартную пульку, стандартный Whirl, который идёт с базовой комплектацией. Это не ажурный. Особо сильных усилий прям я пальцы себе не выламывала, я слегка зафиксировала, он уже держится. Теперь шнур от махового колеса я беру... А я, наверное, поставлю на самый маленький диаметр. И стандартно... А, давайте я покажу. Вот у меня шнур идёт. Вот он. Вот. Я его поставила, например, на самый маленький диаметр и потянула колесу. В колесе есть пазик, в который этот шнур ложится спокойно. И всё. То есть сейчас у меня за счёт того, что шнур вращает пульку, вращается вот эта ось, на которую мы сейчас с вами повесим флайер стандартный, который называется Delta Flyer. Вот. Как он закрепляется? Так, сейчас я, чтобы не терять, сразу всё убираю в косметичку. У меня, как я уже сказала, есть ещё более скоростная пулька. Вот тут вот она. Это мы всё убираем. Так, теперь что я делаю? Я беру рогульку, и рогулька вот в этой вот части накручивается на ось. Можно крутить педалями, держа вот эту рогульку. Видели, что я сделала? Я рогульку просто придержала рукой. Я поднесла её к оси, отверстиям. Вот. И не в ту сторону. Давайте начну крутить, чтобы она ровно подстала. И я прикрутила с помощью... У меня соскочил шнур. И я прикрутила с помощью педалей эту рогульку. Проси. Всё, я уже готова прясть. Теперь у меня есть шотландское натяжение, то есть у меня я разгоняю рогульку педалями и колесом. Для того, чтобы у меня была разная скорость вращения рогульки и катушки, что даёт нам скрутку нитки, катушку мне надо слегка притормаживать. Катушку я буду притормаживать вот этой вот ниточкой. Когда я снимаю... Можно как, что я делаю? Я сейчас пульку держу рукой. Я катушку скрутила пальцами сама. Вот так вот. И сейчас мы повесим сюда... Давайте вот это... Эти катушки, они одинаковые с обеих сторон пазик. Так, я прикрутила... Катушку я... Что я сейчас сделала? Я держу рогульку и я проверила, как катушка крутится. Катушка крутится нормально. Теперь мне нужно тормозить катушку. Катушка будет тормозиться вот этим вот шнурком. Это обычная капроновая нитка. Мейджа Крафта, оно в таком зелёненьком стиле. Все шнурки изумрудного цвета. И в книжке, опять же, написано, есть особенность, как направлять вот этот вот шнурок для регулировки натяжения катушки. И они говорят, что пружинка натяжения должна быть спозиционирована наклонённой вправо. Видите, у меня пружинка наклоняется вправо. Вот так вот тут написано в инструкции. Теперь, как я уже говорила, мы с вами посмотрим, как можно заправлять прялку. У меня тут бабочка. Вот это вот. Бабочку давайте я передвину на вот этот вот конец. Я взяла нитку, продела её в бабочку. Тут есть зазор. Я её просто взяла вот так вот и просунула. Она щёлкнула. Я её продела сквозь крючок и я её продела сквозь... сквозь сам флайер. У меня сейчас тут не настроено. Я просто показываю вам, как оно крутится. И я крутила не в ту сторону, поэтому нитка раскрутилась. Вот. Оно вместо того, чтобы скручивать, оно мне делало сращивание. Вот. Мы давайте посмотрим. Сейчас у меня не забирает катушка, нитку. Вообще сейчас у меня идёт дикая крутка просто. Потому что я не настроила натяжение вот это вот. С этой стороны. Если я подтяну сейчас пружинку, это смеет. Кстати, когда вы настраиваете скотч теншн, вы обратите внимание на то, что этот вид натяжения, почему его используют для паутиночной нити очень много, потому что он суперчувствительный. Видите, я кручу, и у меня пружинка длиннее становится. Сейчас, если я потяну на педаль, у меня нитка просто, она уйдёт внутрь. Тут, кстати, тоже принципиально с дельта флайером с какой стороны, снизу или сверху ставить нить, по-моему, да, или нет. Так, у меня пружина сейчас очень сильно натянута, у меня катушка очень сильно тормозится, у меня, смотрите, оно прям аж практически вырывает из рук нить. Что я делаю? Я ослабляю пружину, но это целое видео у меня было по поводу скотч-теншин, по поводу шотландского двойного и айриш-теншин. Вот, это целая отдельная тема видео. Так, хочется... Хочется крутить руками, потому что я не хочу убирать прялку с полом. Окей, мы можем сделать... Я расслаблю сейчас сильнее. Хочет она у меня плавить. Сейчас будем пробовать ногами. с ногами и руками. Вот, она у меня забирает нитку. Вот, она забрала это, так работает флайер, причем смотрите, у меня нитка улетела внутрь, мне не нужно никакой крючок. Я взяла, ставила нить сюда, протянула сюда, продела, и все, я уже готова прясть. Вот. Это обычный флайер, который шел в комплекте с трялкой. Сейчас я вам покажу флайер, который шел... Он, в принципе, выглядит точно так же простенько. Палочка тоже самая, такая же бабочка, которая ходит, регулирует. Эту бабочку можно перенести с этой, на вот эту часть. И, то есть, в какую сторону вы придете. Кстати, очень часто люди крутят колесо по часовой стрелке, когда придут, и против часовой стрелки, когда сращивают. Это необязательное условие, можно делать наоборот. Можно против часовой стрелки прясть и сращивать по часовой стрелке. Главное, чтобы один процесс от другого отличался направлением. Вот. Что я сделала сейчас? Я сняла катушку обычную, и я сняла дельту. Я ставлю ажурную катушку. У ажурной катушки два края, они отличаются. Этот край, который идет на сторону торможения. Та же самая история. Может возникнуть необходимость, у меня не было необходимости ничего делать с этими катушками, с ажурными. Ажурная катушка у меня встала на ось прялки без проблем. Я ничего наждачкой не подтирала. Те же самые действия прикручиваю флайер. Когда я прикручиваю флайер, держу флайер и кручу педали, кручу колесо, я не трогаю вот эту пульку. Если я флайер прикручиваю руками, я рукой фиксирую пульку, потому что пулька крутит ось и на оси резьба. И я кручу вот так вот флайер, и я прикрутила флайер. Когда я заправляю нитку на флайер, на ажурный, тут идет тот же самый процесс, как на обычной прялке. Я просунула нитку через крючок бабочки, я просунула нитку через крючок рогульки, а вот тут вот уже мне через отверстие понадобится именно обычный крючок. Что можно использовать? У меня красивые крючки, которые делает моя подруга. Кусок проволоки, конец которой немножечко загнут крючочком, работает отлично. Вот, все. А, и мы настраиваем, у меня, смотрите, как все обвисло, потому что диаметры у катушек разные, поэтому тут вообще все висит у меня. Мне надо взять и подтянуть пружинку для того, чтобы она у меня забрала для того, чтобы она у меня начала забирать нитку нормально. Шнурочки эти резиновые, кстати, у них. Кстати, иногда может нитка не начать накручиваться. У меня на всех катушках нитка сложена петлей такой, я ее глухо не привязываю, поэтому иногда мне нужно руками сделать парочку оборотов так. Почему я это делаю? Для того, чтобы в любое время лидер вот эту нитку можно было просто взять и переснять. пряло Вот прялочка моя забирает нитку. То есть тут стандартное как бы идет стандартное отверстие, это для тонкой нитки. Я не вижу, почему бы тонкую на этой тоже не прясть. Вот это вот меньше дергает, то, что я заметила. Я, допустим, кстати, мне, я на этой прялке пробовала прясть кролика с кроликом. Мне лично на антикварных старых прялках сложновато, потому что они недостаточно чувствительные, они довольно сильно дергают. Вот этот вот флайер на Major Craft кролика супер скользкого, супер тонкую нитку придет вообще как маслица. Так, что там мне пишет? Танюмочка, он у тебя. Привет, привет. Маме надо прялку такую, точно. Мазать чем? Кладут что-то? Ничего не кладут, чтобы мазать, сейчас скажу об этом. Эфир идет, ну как, уже, наверное, час идет. 49 минут эфир идет. Аленчик, дутро. Шотландское натяжение устанавливают по-разному в зависимости, в какую сторону крутится колесо. Мне пишут сейчас на YouTube. Алена, спасибо, я вот это вот, вот этот вот показатель тут не меняю, хоть я делаю плайинг, хоть я делаю спиннинг, честно говоря, вот этот вот у меня один раз я накрутила, и я не трогаю регулятор этом больше. Может быть, надо менять. Вот. По поводу мазать чем? Ничем не дают никакие масла, чтобы мазать эту прялку. Есть несколько отверстий для смазывания. Отверстия, даже я бы сказала не отверстия, а зазоры и щели, но я не думаю, что вам понадобится слишком часто, слишком много смазывать. Прялка педали касаются резинки, и вот эти вот подшипники, они глухозакатаны. То есть у этих подшипников, у них большая наработка на отказ, и они внутри довольно-таки сделаны так, что их, я бы даже сказала, лишний раз лучше не смазывать, потому что, когда мы смазываем масла отработанные, их надо убирать, отсюда вы ничего не уберете никогда. То есть эти подшипники, они у них глухие. Если вы видите какие-то щели, которые вы хотите смазать, хозяин-барин, я в этой прялке ничего не мазала, по сравнению с моими антикварными прялками, которые я каждые, я не знаю, 400 метров пряжи, я капала масло. Единственное, что, куда я капала масло, не масло, а вазелин, я на ось под катушки, но я обратила внимание, что он не съедается, не темнеет, и мне его нет необходимости убирать и заменять, я ничего тут не смазываю. Многие, я слышала, очень прям сильно говорили о том, что Major Craft надо много смазывать, это самые низкопотребляющие смазку прялки. Вот, по поводу покрытий, тут есть целая тема, эта прялка приходит, она не покрыта лаками никакими, она отшлифована и от дерева кондиционирована. Major Craft рекомендует использовать полиши, как натирки. Процитирую прямо отсюда. Что Major Craft говорит? Мы рекомендуем вам полировать ваш литл джем, используя Major Craft лавандовый полиш. вот, который, кстати, в комплекте у меня не был. Вот, или альтернативно любой стандартный полировщик для дерева. Я думаю, что в данном случае не думаю, а я точно знаю, они имеют в виду не полировальные лаки, а они имеют в виду всякие восковые натирки. Вот, если не, и они говорят, хотя это и не необходимо, это поможет вам содержать ваш литл джем отлично выглядевшим в будущем. То есть это поможет вам сохранить красивый внешний вид вашего литл джем в будущем. Вот, что я делаю? Я использую, у меня есть средства для деревянной мебели, не лакированной, и я использую это средство. Бывают спреи с воском, бывают восковые натирки, то есть что вам больше опыт показывает, то и используете, но честно скажу, я не слишком часто его использую. Я слышала, мне задавали вопросы по поводу того, трескается ли дерево у литл джем в сухом климате или в квартирах, где идет отопление. Окей, у меня климат настолько сухой, что у меня лужи испаряются за полдня после дождя. Там, где было по колено, на следующий день может воды не быть, не потому, что она в землю ушла, а потому, что воздух настолько сухой, что все испарилось. Вот. У меня дерево держится в нормальном состоянии, но время от времени я все-таки прыжкаю полировщики, кондиционеры для дерева, не полировщики, кондиционеры для дерева на тряпочку, и я протираю всю мебель в доме, и я протираю свои прялки. Не слишком часто, то есть я без фанатизма. Когда я стала задумываться об этом вопросе, я просто взяла на фейсбуке есть группа, называется она Spinner Study, то есть как бы учебник предельщиков, грубо говоря, это группа для общения, не для продаж, они за этим строго следят, то есть это группа для общения, для того, чтобы поделиться опытом и показать текущие проекты. Я специально создала там тему и спросила, ребята, у кого есть Major Craft, где и как они трескаются, не трескаются. Мне люди стали писать, написали, что особо они нигде не трескаются, они могли бы теоретически треснуть, как любое промокшее и потом пересохшее дерево, или дерево, которое в жестком климате, допустим, оставлено, например, я оставила над вентиляционным, у меня отопление идет потоком горячего воздуха из отверстия в полу. Если я над этим отверстием поставлю свою прялку и оставлю на несколько месяцев, она, наверное, потресается. Вот. То есть они говорят, пользуйся кондиционером, типа, не бойся, у тебя ничего не треснет. Вот. Ну, я эту прялку, она у меня, дай бог памяти, несколько месяцев я ее кондиционировала всего один раз. Вот. Так что по поводу трещин. Вот. Эта прялка, несмотря на то, что она такая маленькая, она довольно тяжелая, потому что она из цельного дерева. Вот. То есть все деревянные части. А, знаете, что, кстати, по поводу смазок, что я бы точно смазывала, но не пока, не сейчас, у меня пока не скрипит. Когда педали на дверных бабочках, вот как на дверных бабочках, вот такие штуки я смазывала. Вот. Вот. С этой прялкой, в частности, у меня были проблемы. И мне эту прялку муж разбирал абсолютно на запчасти до последнего шурупа, до последней втулки. Что у меня произошло? Когда я купила прялку, у меня был отломан вот этот вот ногу. У меня прялка была новая, но у меня отломилась вот эта штучка, и у меня прялка просто не складывалась. Ось вошла в держатель, подняла прялку, вертикально зафиксировала. Вот этот вот, вот эта штучка у меня отломилась, и у меня прялка перестала складываться. Она работала, все было нормально, но я не могла с ней путешествовать, потому что она была вот в таком вот перпендикулярном положении, ось относительно педалей. У меня муж ее разобрал полностью. Может быть, ее даже не надо было бы разбирать до такой степени, до какой мы ее, мы с ним ее разобрали. Я, пожалуй, под видео на YouTube поставлю фотографии, где мы разбирали эту прялку. Мне было очень интересно посмотреть, как она устроена. Внутри, в этой прялке, была деталь, в которой было две маленькие трещины, но я думаю, что эти трещины были у этой прялки не потому, что она где-то там пересохла, а скорее всего, когда вкручивали шурупы, может быть, их затянули сильнее, и когда дерево чуть-чуть расходится. Я сначала хотела залить эпоксидкой или заполнить деревянным филером это все, потом на это на все посмотрела, мы собрали как есть и оставили как есть. Как я уже сказала, фотографии я постараюсь найти, положу под видео на YouTube в информационном боксе, и, пожалуй, это, наверное, все. На Instagram у меня заканчивается время эфира, это означает, что мы с вами болтаем уже целый час. Если есть какие-то вопросы по этой прялке или вообще в целом пишите, если вы хотите какие-то темы на эфирах отдельные, пишите, будем обсуждать, потому что, честно говоря, мне на Instagram девочки предложили вот эту вот тему затронуть. Таня пишет, у меня теплый пол, стоит бояться, что треснет? Да нет, просто кондиционировать ее, я не думаю, что от температуры влага и сухость перепады могут. Или если вы с мороза ее внесли, дайте ей в сумке побыть. Но это так же, как с музыкальными инструментами, также подержали в тепле пару часов, потом только из коробки достали. То есть это, чтобы не было разницы перепада температур резкого, по сухости, кондиционировать просто дерево, как любая прялка, как любое дерево настоящее. Так, все, вопросов особо нету, эфир заканчиваем мы. Спасибо огромное, что вы пришли ко мне в гости. Вот. И пишите, о чем мы будем в следующих эфирах говорить. И я так надеюсь, что мне сегодня привезут тибетского яка все-таки. И может быть, в четверг я уже буду с вами сидеть прясть тибетского яка на этой, кстати, прялке. Потому что мне будет нужна довольно тонкая нитка. Эта прялка тонкую нитку делает хорошо. Хорошего творчества. Пока. А, подождите. Not yet. У меня спрашивают, насколько быстро флайер на самой высокой скорости. Пробовали? 19,5. Хорошая скорость, нормальная. Вот. Все. Теперь пока. Пока. Пока.